Добрый день, уважаемые любители физической культуры, спорта и здорового образа жизни! С вами очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульяновск». И сегодня с вами мы увидим, как отметили в Ульяновской области, международный день борьбы. Поговорим о спортсменах-пограничниках, посмотрим, как прошла японская весна на Волге и съездим в школу номер 17. А по традиции я спешу представить нашего гостя в студии. Президента Ульяновской областной федерации КУДО, директора спортивной школы «Фаворит» Эдуарда Виноградова. Эдуард Юрьевич, здравствуйте! Добрый день! Признаюсь, было сложно, но нам удалось найти время в вашем плотном рабочем графике, чтобы пригласить к нам в студию. Поделитесь, пожалуйста, чем так сильно загружен директор спортивной школы? Сейчас мы активно занимаемся открытием спортивного лагеря «Ласточка». И у нас на 100% он уже готов. Надеюсь, что 1 июня мы запустим 100 детей. Надо, стоит отметить, что это единственный лагерь спортивный. И хотелось бы, чтобы в следующем году после капитального ремонта открылась у нас лагерь в Акшуате «Сокол». И надеюсь, что лагерей в Ульяновской области будет больше, потому что ощущается острая нехватка лагерей. Надеюсь я, что в ближайшее время проблема лагерей решится. А сейчас, уважаемые зрители, я хочу предложить вам увидеть, как в Ульяновской области отметили Международный день борьбы. Такому звездному десанту может позавидовать любая спортивная школа. В одном месте и в один час собрались олимпийские чемпионы Виталий Константинов, Вардарес Самругашев, Алексей Мишин и Хасан Бароев. Так Ульяновск празднует Международный день борьбы и начинается с возложения цветов к памятнику основателям региональной борцовской школы Никите Викторовичу Пьянкову и Анатолию Ивановичу Виннику. Я лично очень знал Анатолия Ивановича, когда мы с ним очень много ездили вместе на соревнования, когда Саша Безручкин стал ваш чемпион мира, мы вместе жили в номер. Анатолий Иванович сюда приходил, он такой был умный человек и с моим тренером очень дружили. Ни одной победой мы ныряли, живем, говорят областной федерации борьбы и ведут гостей на аллею спортивной славы, что на бульваре Пластова. Там на 16 пилонах фото 14 ведущих спортсменов и 10 лучших тренеров в истории ульяновской борьбы. Я с многими из них был знаком, общался, сегодня многих уже нет в живых, и та память, которая осталась у них, и то, что их сегодня помнят, это очень важно. А главное действие праздника в Манеже Педуниверситета, в том самом, где в 2004-м в рамках чемпионата страны Алексей Мишин и Хасан Бароев завоевали олимпийские лицензии, а затем победили на играх в Афинах. Теперь здесь на двух коврах свои борцовские умения показывают юные спортсмены. При этом один из лидеров сегодняшней региональной сборной, Олег Морев, выигрывает титул чемпиона области в абсолютной категории. Если меня спросят, что нужно делать для того, чтобы подносить такой красивой борьбы, нужно, во-первых, слушать тренера, во-вторых, усердно тренироваться, в-третьих, не пропускать тренировки и держать их жив. И, наконец, долгожданный мастер-класс от Алексея Мишина. Как правило поставить ноги при атаке, как не дать сопернику провести свой контур-выпад. Вот нюансы борцовской схватки, на которые особое внимание обращает олимпийский чемпион. Иногда бывало так. Вот я начинаю соперника толкать, он немножко проваливается, видите, проваливается немножко. Начинает подниматься в этот момент. Полчаса позади и мастер-класс становится достоянием истории, а в память о встрече традиционная автограф-сессия, которая длится еще добрую четверть часа. Пускай, если даже с завтрашнего дня в секции борьбы по всей Ульяновской области придет, допустим, 50-100 человек, поверьте, это уже будет победа этого мероприятия, значит, это все не напрасно. Первый праздник в честь Международного дня борьбы получился ярким и запоминающимся. Его организаторы уверяют, что теперь он будет традиционным. Идург Юрьевич, вы же тоже единоборец. Мало того, мастер спорта по кудо. Вот если бы представить, что кудо в природе нет, какой вид спорта вы бы выбрали? Однозначно борьбу. Я в детстве занимался спортивной борьбой и до сих пор люблю этот вид спорта. Но на волне 90-х появились восточные единоборства, занялся кудо. Кстати, сегодня в России празднуется День пограничника. Идург Юрьевич, вы тоже служили в погранвойсках. Скажите, помог ли вам спорт в армии? Считаю без иронии, что служба в армии, это мой из лучших периодов в моей жизни, безусловно помогло. Потому что я пришел в армию подготовленным и прошел все тяготы лишения воинской службы. Поэтому служить в армии, служить в Родине всегда почетно. А следующий наш сюжет как раз об одном известном спортсмене-пограничнике. 13 ступенек вверх по скрипучей деревянной лестнице. И вот один из корифеев ульяновского бокса Валерий Трифонов совершенно в другом мире. Мире, который создал собственными руками на втором этаже своего загородного дома. Здесь у него коллекция старинной утвари. Старинные вещи не должны в помойках лежать. Вот тут написано. Вот это 13-го года. У меня есть книга «Охота и спорт». Она 1898 года. Утюги, самовары, дисковый телефон с рукояткой для связи с телефонисткой коммутатора. И даже гибкие пластинки с записью двух живых концертов самого Владимира Семеновича Высоцкого. Коллекцию бытовых раритетов Валерий Трифонов собирает уже не один десяток лет. На особом счету в ней фуражка и китель сержанта погранвойск СССР. Когда-то их носил сам Трифонов. В 1973 году призвали меня в погранвойска. В Черновицком погранотряде я служил. Это мой китель. Но, правда, сейчас я в него не могу полезть. В память о тех двух армейских годах – дембельский альбом. На пожелтевших в нем фото – друзья-служивцы Валерия Викторовича. А также мама с братом, которые однажды приезжали в Карпаты навестить ульяновского погранца. А на кителе знак – отличник погранвойск второй степени. Наглядная свидетельство того, что службу Трифонов нес. Исправно. Ну, это комсомольский значок. Мы все комсомольцы были. Об этом мы знаем. И воин, спортсмен. Служба, конечно, в погранвойсках – настоящая служба. Участвовали мы и в задержании, и в ночных стрельбах. Отслужив два года на западных рубежах родины, в 75-м Трифонов вернулся домой – в Ульяновск. И вскоре в память об армейской дружбе задумал турнир по боксу. Так родилась одна из самых давних традиций спортивного Ульяновска – боксерские соревнования в честь Дня пограничника. В нынешнем мае турнир проводится уже в сороковой раз. Да, бокс во всем помог. В службе особенно. Когда выходишь на рынок, это же тоже своего рода стресс. И как бы там тоже в боевых условиях тоже нужно реагирование на разные ситуации критические. По традиции в турнире зеленых беретов и фуражек участвуют юные боксеры. Для некоторых из них это вообще первые соревнования в жизни. Не исключено, что кто-то из них, когда вырастет, пойдет служить на границу. Точно так же, как почти полвека назад корифей Ульяновской школы бокса Валерий Трифонов. На этой неделе проводился комплекс мероприятий «Японская весна на Волге». Я лично присутствовал на соревнованиях по дзюдо. А вот соревнований по кудо почему-то в списке программ не было. Почему? В данном проекте мы участвовали в рамках мастер-класса. Провели на базе центра Орион. То есть, как мы являемся представителями японского вида и дзюдо на Волге, конечно, мы не могли пройти мимо этого замечательного проекта. Надеемся, что в будущем году мы увидим полный список японских видов спорта, который развивается в Ульяновской области. Но некоторые мероприятия «Японская весна на Волге» посетили наши корреспонденты. Когда-то японцы придумали дзюдо, а теперь им пользуется весь мир. Соревнования по дзюдо в рамках фестиваля «Японская весна на Волге» когда-то придумали ульяновцы, а теперь этим пользуются спортсмены многих регионов России. Лучше, чем спортивная дипломатия, нет ничего. Спортсмены разных краев, стран, областей, республик дружат между собой, и это укрепляет международные связи. Наставник израдищива Александр Гусев, воспитавший чемпиона мира по дзюдо Михаила Ожегина, ныне живет и работает в Радищеве. Под его руководством тренируются десятки мальчишек. Четверых самых перспективных он привез в Ульяновск, чтобы побороться за призы фестиваля «Японская весна на Волге». Вот отсюда, отсюда и начинается, как говорится, большой спорт. Взгляд вдаль, отсюда, с низов и пошли вверх. Ныне с истязания дзюдоистов «Японская весна на Волге» – это один из четырех этапов детской лиги дзюдо по Волжье. В Ульяновск разыграть и в награды приехали около 400 спортсменов. Среди лидеров в неофициальном командном зачете – саратовцы и хозяева «Татами». В числе призеров и ульяновск Никита Виноходов из клуба «Мужество». Я победила из-за того, что каждый день отрабатываю один и тот же прием, нарабатываю его. И с каждой соревнования у меня этот прием все лучше и лучше идет. Также два дня длится и семинар по айкидо. Еще одно восточное единоборство, основа которого – приемы оборонительного плана. Здесь нет спаррингов, но зато есть дружественная обстановка, которая помогает добиваться намеченных целей. Это и общение, и спорт. На семинаре устанавливается дружеская атмосфера, при которой нет соперников, есть партнеры. И все друг другу помогают делать технику. Сначала мастер-класс, потом тренировка. Венец всей двухдневной работы – экзамен, который сдают участники спортивного действия. А их около сотни. Экзамен – это не просто сам экзамен. Экзамен – это и тяжелая подготовка, когда они на фоне усталости, физически, эмоционально, и выходят, и все равно сдают экзамен. То есть это часть экзамена уже. Дзюдо и айкидо – только часть фестиваля японской веснонавоги. В ее рамках прошли также мастер-классы по джоу-джитсу и даже футбольный матч – команд правительства Ульяновской области и японских предприятий на территории региона. Эдуард Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о своей спортивной школе. Какие фаворитные виды спорта вы развиваете, и чего в ней есть такого, чего нет в других спортивных школах? Ну, во-первых, спортивная школа «Фаворит» является самой крупной спортивной школой в городе Ульяновске. У нас шесть зданий, в том числе фок-фаворит, как я сказал, загородный лагерь «Ласточка», поэтому база у нас огромная. И самое главное наше богатство – это, конечно же, дети. То есть у нас занимается более 1100 детей, 8 видов спорта, и трудно определить фаворитом, но фаворитные виды спорта базовые – это художество-гимнастика, это кикбоксинг, то есть это самое главное, на что делаем упор. Ну и мы пытаемся развивать не только виды спорта, но и оказываем услуги населению в качестве клуба активного долголетия, занимаемся общей физической подготовкой с детьми и полностью соответствуем лозунгу от массового спорта к спорту высших достижений. ОФП – это основа основ всех спортивных школ. Как же тогда специализация и спортивный результат? Моё личное мнение, что прежде чем отдать ребёнка на какую-то специализацию, заниматься каким-то видом спорта, начинать нужно именно с общей физической подготовкой, а потом уже определяться со своей узкой специализацией. И вот в продолжение как раз этой темы предлагаю посмотреть сюжет о том, как занимается общей физической подготовкой в школе номер 17. Военно-патриотический клуб «Высота» взял свою очередную высоту. Команда 17-й средней школы в шестой раз подряд выиграла кубок генерала армии Ивана Тюленева. На полосе препятствий из 15 этапов воспитанники учителя физики И.ОБЖа Вячеслава Тимоненкова, который и придумал эти соревнования 8 лет назад, оказались самыми быстрыми и техничными. Самым сложным этапом была эта бабочка. Давно я ее не проходил, уже ножки, ручки не помнят. Приходилось даже как-то садиться, где-то местами было больно, веревка перетирала. Ну и для команды, наверное, думаю, тоже бабочка была трудным таким этапом. И все же хозяева соревнований и бабочку лучше других прошли, и точнее стреляли из винтовки и ножей метали. А еще в силовых упражнениях всех произошли. Единственным этапом, где 17-я школа не стала первой, оказалась разборка и сборка автомата. Здесь вне конкуренции 72-я школа вместе со своим лидером Валерией Абрамовой, которая способна упражнения с калашом за 21 секунду выполнить. Результат на уровне рекорда России. Все это оружие, стрельба просто так привлекает. У меня отец все время этим увлекался, я прям полюбила с детства. А еще на Кубке Тюлениево девчонки узлы туристические вяжут. И получается у них это лучше, чем на вязальных спицах. Я никогда не думал, что это интересное мероприятие. Представляете, как детям это нравится, если им показать все это. И когда они пальчиками своими стараются это все делать. И здесь дело не только в скорости. Участники Кубка Тюлениево считают, что вязание туристических узлов и в жизни им очень пригодится. Узлы нужны. Мы часто ходим в такие походы. И, например, людям нравится по горам лазить. Берем с собой веревки, чтобы не упасть, используем их. Нужны ребятам в реальной жизни и многие другие навыки, которые можно приобрести, готовясь и выступая на таких соревнованиях, как Кубок Тюлениево. Ребят подготавливаем к армии и всех остальных, которые, допустим, не годны по каким-то причинам к армии. Это к реальной жизни. Военно-патриотический клуб «Победа» при профессионально-политехническом колледже стал лучшим среди студентов. За командой Сергея Каменева финишировали Славя из Питт-колледжа и звезда из Авиационного колледжа. У школьников вслед за чемпионами из 17-й расположились спортсмены 7-й Кашкадамовской школы и Заволжской 72-й. Причем на финише их разделило всего одна секунда. Ну что же, наша программа логически завершается. Сегодня с нами был реальный мастер спорта Покудой, директор спортивной школы Эдуард Виноградов. А с вами был реальный спорт Ульянов. Всем доброго здоровья и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова